Приветствуюсь, дорогие друзья, вы на канале Первый Караван, меня зовут Валентин и сегодня у нас на обзоре английский прицеп, знаменитая сборка Allutech Bailey Orion 430-4 Прицеп у нас на 4 спальных места, однако он небольших размеров для такого формата прицепа Ну а теперь непосредственно сам обзор, поехали! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Итак, здесь у нас в отличие от большинства англичан не 3, а одно окно Оно у нас открывается, конечно же, и имеет солнцезащитные шторки и москитные сетки Рундука для баллона в передней части тоже нет, это особенность компании Bailey Баллоны ставятся сбоку Здесь же у нас просто ручки для поворота прицепа, две лапы для упора, имеются габаритные огни Ну и, конечно, дышло, дышло по длине у нас 1 метр, с прицепным устройством Алка, со стояночным тормозом, с накатным тормозом, с колесом для лифтования прицепа и с фишкой для подключения на 13 пин Это позволит пользоваться не только габаритами, но и работой внутреннего оборудования С левой же стороны у нас такая вот необычная форма окошечка ведет в переднюю зону отдыха Здесь же фиксатор для двери Дверь у нас делится на две части Окна никакого она не имеет, то есть глухая Над дверью у нас имеется освещение диодное Далее, как раз таки у нас идет отсек для загрузки баллонов Здесь можно поставить два баллона, один на 12 литров, один на 6 В задней части окно, ведущее во вторую зону отдыха Там у нас французская кровать И здесь же у нас имеется рундук для подключения аккумулятора и кабеля 220 вольт Ну и рундучок свободного назначения Он ведет у нас в пространство под французской кроватью Ну она у нас большая, поэтому загрузить вещей туда можно тоже предостаточно В задней же части у нас ручки для поворота прицепа Небольшое окошечко, ведущее в санузел Санузел у нас в хвостовой части прицепа и он у нас раздельный Ну и с левой стороны санузел у нас сзади Поэтому здесь же у нас находится отсек под кассету биотуалета и заливная горловина Ну и далее с правой стороны в передней части у нас окно, ведущее к кухонному блоку И здесь же рядом с кухонным блоком у нас решетки от холодильника Конечно же гнездо для подключения водяного насоса Выхлоп от газоэлектрического бойлера трума Ну и окошечко, ведущее все в ту же переднюю зону отдыха Здесь у нас также есть, если вы можете посмотреть наверх, телевизионная антенна Можете сразу подключить телевизор, там уже все для этого предустановлено Ну а теперь пойдемте внутрь и оценим саму планировку Итак, мы в передней зоне отдыха Сразу скажу, что прицеп у нас довольно классический, довольно стандартный и популярный планировки Это у нас французская кровать и диваны Однако прицеп у нас немножко сбит, то есть здесь поменьше места За счет этого база прицепа покороче и более проходимая Диванчики у нас в передней части также раскладываются в кровать Имеется столик, но он у нас здесь не из тумбы, как часто это бывает А ставится отдельно и спрятан сейчас в специальной нише Если же столик мы не ставим, то все это пространство можно превратить в кровать И тумбочка не будет мешаться Под диванами, конечно же, есть места для хранения Места для хранения даже есть вот здесь и вот здесь Классические места под потолком Естественное освещение в эту зону у нас попадает через два окна и одно переднее Люк у нас ближе к кухонному блоку в данном случае находится Ну и по освещению, над каждым из диванчиков есть по одному такому плафончику 12-вольтовому И есть центральный плафон на потолке, который освещает эту зону Что хочется сказать также, под диваном напротив меня находится бойлер Который работает и от газа, и от электричества Это как у нас у всех англичан, они все у нас работают в двух системах И от газа, и от электричества Ну и переходим мы с вами теперь к кухонному блоку Находится он у нас по центру каравана Кухонный блок у нас очень функциональный, как и в любом английском прицепе Здесь у нас три газовые конфорки, этого более чем достаточно, я считаю Снизу у нас гриль и духовой шкаф Они у нас в одной конструкции, это у нас система дюплекс То есть когда сверху у нас стенд грилевый, а снизу от духовки На рабочей поверхности есть такая вот штука для просушки посуды Она у нас ставится к раковине И сама же раковина у нас круглой формы, алюминиевая Довольно просторная, удобная Далее, внизу у нас помимо духовки есть холодильник Холодильник у нас от фирмы Тедфорд Работает он у нас и от газа, и от электричества, и от аккумулятора автомобиля Но при подключении к 13-ти пиновой розетке Он у нас на 80 литров Сверху микроволновая печь Обычная, работает от 220 Ну и конечно есть места для хранения посуды И вот здесь вот у нас есть отсек, такая ниша Сюда можно будет ставить столик Что здесь у нас еще есть? Ну включение бойлера у нас здесь находится и от газа, и от электричества И розетка 220 Небольшое окошко над кухонным блоком И люк позволяют нам создавать здесь сквозняк во время готовки еды Чтобы у нас здесь ничего не загрязнялось маслом Собственно на окне есть сеточка и шторка И также на люке По освещению Есть два плафона, наверху гарнитура, которые в целом освещают эту зону И есть освещение направлено непосредственно на рабочую зону Чтобы вам было удобнее готовить Ну и давайте теперь посмотрим, что у нас есть возле входа А там у нас включение и выключение отопления Итак, справа при входе у нас такая вот панель находится управлением Здесь у нас сверху подключение к телевизионной антенне Снаружи уже об этом говорил Тут у нас 12-ти вольтовое подключение И сама ТВ-антенна Снизу у нас управление системой отопления Вейл Работает оно у нас так же, как и Трума Комби От газа, от электричества В автоматическом режиме То есть мы здесь сами с вами выставляем Либо мощность электричества у кого тента Либо температуру газового нагрева Снизу включение и выключение электричества на отопление И розеточка 220, если вдруг ваш телевизор будет от 220 Здесь у нас устанавливается непосредственно сам телевизор Есть места для хранения сверху И такие несколько открытые полочки снизу Ну а слева при входе у нас панель управления прицепом Ну точнее остальными его функциями Здесь у нас включается масса прицепа Включается водяной насос Наружное освещение И можно посмотреть вольтаж аккумулятора По первой части прицепа пробежались Ну а теперь я предлагаю пойти во вторую зону отдыха И оценить нашу французскую кровать Итак, французская кровать Ну стандартная французская кровать С этим у нас скосом Который позволяет пройти дальше в санузел Два человека взрослых поместится, я думаю, без труда Есть места для хранения сверху под потолком Есть места для хранения снизу под кроватью Имеется окошечко с сетками и шторками И наверху лючок 40 на 40 сантиметров Также с сетками и шторками Освещение у нас здесь есть у изголовья И есть плафон, который крепится по центру на потолке Света предостаточно Имеется также с правой стороны зеркало Тоже с отдельным освещением И несколько открытых полочек Включается и выключается освещение вот здесь Комнатка сама небольшая Поэтому говорить здесь больше не прочтите Есть еще у нас шкаф Но это обычный шкаф для верхней одежды Имеет несколько полочек для обуви и штангу Вот такая вот комнатка Ну и дальше мы с вами попадаем в санузел Он у нас полностью раздельный Итак, при входе нас сразу же встречает биотуалет Тедфорд Он у нас является поворотным Поэтому вы всегда найдете удобное положение И он имеет автоматический смыв И индикатор заполнения кассеты С левой стороны у нас зеркало Есть тоже с отдельным освещением И тут же наверху лючок небольшой 20 на 20 сантиметров с москитной сеткой По центру комнаты у нас находится раковина Со смесителем Раковина пластиковая квадратная Ну а снизу под ней есть места для хранения предметов Личной гигиены или еще каких-то вещей Вот раковина небольшое окошко Чтобы проветрить эту комнату можно было Ну и в конце комнаты, конечно же, у нас отдельная душевая кабина Такую вот необычную форму имеет Однако она довольно просторная И даже габаритный человек, я думаю, без труда здесь поместится Освещение комнаты происходит за счет одного светильника Он у нас находится вот здесь, возле душевой кабины Вот такой вот компактный, но очень комфортный санузел у нас получился Итак, что хочется сказать в итоге про этот прицеп? Ну, самое главное, что это одна из самых популярных планировок Но в более компактном формате Поэтому если вы ищете проходимый, недлинный прицеп Он вам отлично подойдет Ну и, конечно же, это свежий бейлик Поэтому собран у нас по системе Allutech Имеет очень крепкий кузов Ну и с точки зрения функционала Это у нас англичанин, поэтому вы можете не беспокоиться Об инфраструктуре и спокойно выезжать на нем в лес Приезжайте к нам на площадку Оцените этот караван, оцените другие наши караваны Ну и подписывайтесь на наш канал, дорогие друзья Всего доброго, путешествуйте!